Громкий голос за стеной. Здесь тестируют сердца самолетов. Рядом кипят работы строительные. Завершается укладка фундамента нового пристроя к монтажно-испытательному корпусу завода кузнецов. Самарское предприятие получило около 400 миллионов рублей на реконструкцию испытательного стенда, где будут тестировать новые двигатели НК-32 для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Один из таких белых лебедей нового поколения пролетел над Самарой в день российского флага. Планируем до середина сентября завершить эксплуатальные стенды текущие и отдать полностью этот стенд на реконструкцию. Мы совмещаем пока работу, чтобы успеть в первую месяц обеспечить реконструкцию, а здоровье сегодня еще выполнить гособранный заказ этого года. Работы у заводчан достаточно. В скором времени в соседнем цехе начнется сборка модернизированных двигателей НК-32. Как идет ремонт и переоснащение цехов на предприятии, рассказали губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. О комфортной жизни и предстоящих изменениях в городе специалисты ОАО «Кузнецов» говорили на встрече с главой региона. Звучали вопросы о благоустройстве Самары, ремонте дорог, реконструкции улиц. Сделать их решение быстрее и эффективнее призвана новая система местного самоуправления, которая окончательно будет воплощена в жизнь после выборов в районные советы депутатов 13 сентября. Самара станет первым в стране городом, где власть реально приблизится к народу. Непростая задача через 25 лет вернуть полноценную районную власть, полноценную, чтобы людям это было ближе, людям ближе. Им дать бюджет, дать бюджет, им дать возможность этим бюджетом распоряжаться, а народ ближе может видеть, как это все исполняется. Как будут выглядеть дворы, скверы, улицы напрямую зависит от активности горожан. Депутаты районных советов будут работать с учетом предложений от инициативных жителей. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.